берем и говорит на зелу опрокинулся пшеница оказалась лишь как бывает а как это было где мы узнаем мы идем издалека снимая это сегодня понедельник 26 августа 2019 года понедельник вот это делу кузовок на бок что у него тут горох тяжелый горох берем это где вы много так не хладить она же мимо все идет у вас уже опыт есть благослови господи и сохрани старый что скипрус вот он какой северный что значит вообще не решилась неприятность вот дорога дорога на нас сильно лишь наклонение протопка начать а кузов-то тяжелый и у него протянут вот так много кузова было что-то 7 человек шаппер вы когда нагрузите маленько сгребайте с него чтоб тронуться он все равно опускается подвесом дорога так делает всегда сначала рукой он отгребает что у него тут горчица и подсолнухи вот она какая горчица все такое-то как удобряет или что-то землю что-то такое дорога наклонная и тут не видно она даже ее не видел но там еще более наклонная еще более на той стороне там кто-то работает вот это орешковский пруд засохшие березы Лопата у Алёши хорошая. Она что-то шлёшь. Благослови Его, Господи. Главное, что всё живо и не погребился Ерема. Ещё 18 лет. Красивая картина. Озеро. Лужа была одна. Несколько лет мы постепенно поднимали дамбу. И думаем, что добились своего. Вот я забрался сюда. На машину. Отсюда показать. Поехали. 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 я тут залез попала вот тут все скользко ну все же побыл вот какое поле большое там видно гороховые у него и здесь рядом тоже 72 гектаров я слышно 73 вроде от него он говорил уже вот я прям по дороге вот она дорога какая по этой дороге и ехал это очень хорошо видать сейчас пройду по той дороге там еще более наклонно а вот он он не проехал там вот вон наклонная дорога то там бы он тонула его в виде видишь и что дорога то уклон к что дорога не проверили сначала там дорога так как углубилась видишь дорога падает в низину в лажок вот лажок вода тут текла в потоп и далее она идет резина поднимается к верху вон там грузит горох и слева тут еще как не шло ровно а справа больше метра стенка у тебя перед ней стою в трава если бы он оттуда ехал сюда бы на дыбы встал и ткнулся носом перепрокинулся через голову господь помиловал даже вот видно вон машина стоит а вот эта дорога из низинки вышла тут ровно та и другая сторона а тут и справа и слева каким образом то справа и слева оказалась дорога так углубленная непонятно может быть было время кто-то ездил здесь и прокопали или бульдозером сгорнули и нормально выйдет просто если ехать по дороге не оглядываясь никуда но не говорят что тут ехать рядом и не знать это ужасно просто вот здесь вот как раз метр стенка фактически наклоненная только мы стараются вручную и как больше времени это торопится вот решил степрус вон на той стороне мы видим лотяной дамбы рыжковского пруда видно там свая забиты вот видно здесь деревья засухшие которые выше стояли по берегу зеленые на сравнить сколько засохших и сколько таких и там дальше на той стороне там все засохшие я насчитал около сотни засохших но они не насажены из-за того что подняли воду так везде было всегда знаешь какие березки славные вовремя их никто не взял то можно было бы жерди хотя стал бы сделать из них что-то в в в в в вот это живое подтверждение маленькое живое подтверждение слова общины не ваша фантазия позапрошло этого воскресенье позапрошлого насчет община вот это вот вот у нас что там было просто прошел ну потом поговорим подойдет в 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 Метелкой не надо мести, метелкой. Попробуй метелку, из травы она выметится, а он отвеет. С дороги начни оттуда. Сколько много тут просыпано между паровой? Игорь, я хотел спросить, Ерема был за грудью? Нет, Лусик. Скажите, заранее вы эту дорогу видели? Показали ему? Там стенка в метр высоты. Если бы с той стороны долгнулся, он бы вот так вот пошел. А вы по полю-то гоните, не видите. Сначала нужно всегда около поля ознакомиться со всеми дорогами. Гляди на сколько. Стенка прям, ну обрыв идет. Ну в этом месте он пойдет. Ну по ней-то можно ехать? По ней можно, когда посередине-то. А оттуда-то он не видит. И он едет прямо. У него одна сторона сразу вниз пошла. Нет, он ехал-то отсюда. Ну это я не знаю. Почему не по дороге, а сюда завернули? Вы сделали из дороги что-то. Дорога-то вот она идет. Ему по ней надо было ехать. Здесь никто не ездил никогда. Вы самовольничаете. Вот результат. Дорога идет. Вот она. Вот она видна колея. Вот она. Смотри прямо. Тут не было. Стенка небольшая. А там стенка метр. Он бы через нее не перескочил. Здесь перескочил, но один раз перескочил, другой раз не смог. Какое поле есть вокруг, надо сначала узнать, где какие обрывы, ямки. Ты живой остался? И слава богу. Так, сколько лопат приносили, Володя? Две, забирайте. Все, это ваше вопрос? Так. Все. Остань маленько, мы сзади пойдем двое. Давай. Ну давайте сюда. Так, что ты сказал это фантазия словом? Пойдемте подальше. Ну-ну. Я говорю, что вы видели, да? Рядышко, я лучше слева. Я с левой стороны лучше слышу. А, просто солнце, чтобы не светило. Да, ну ладно. Так, говори. Значит, я говорю, Игорь Александрович позвонил. Мы приехали. Это маленькое проявление слова общины. Да. Община состоит вот из таких маленьких проявлений. То есть там, сям, и они набираются в такие вот действия. И получается, как бы, община именно. Вот. А я сказал, что говорю, они ваши фантазии. Какие фантазии стоят? Объясняю. Объясняю. Слово позапрошлое воскресенье не это, а прошлое воскресенье.